Глава района Фёдор Бабенков провёл пресс-конференцию для журналистов районных средств массовой информации. Во время встречи говорили о благоустройстве в предстоящем курортном сезоне здравоохранения. Началась встреча с вопроса на главную тему о прошедших выборах президента Российской Федерации. Руководитель районной газеты «Тамань» Елена Иолева спросила о том, как глава муниципалитета оценивает ход голосования в районе. Беспрецедентная явка, беспрецедентная подготовка к выборам. Действительно, люди выбирали своё будущее и хотелось бы за это сказать им огромное спасибо. Как от лица администрации района, так и от себя лично. Были очереди, которые просто до двух часов практически на всех участках. У нас по району 69,1% явки, 78% за Владимира Владимировича Путина. Это что по итогам нашего района. Также один из обсуждаемых вопросов в нашей стране сегодня – это предстоящее открытие Крымского моста. После встречи президента России Владимира Путина с моста строителями в марте текущего года появилась информация о том, что открытие автомобильной части состоится раньше запланированного срока. И произойти это может уже к началу курортного сезона. В свете с этим журналисты поинтересовались у руководителя муниципалитета, как отразится на Темрюкском районе открытие Крымского моста. Я думаю, что нагрузка, если вернуться на дорогу, будет. Потому что подходные, мы видим, что с нашей стороны подходных дополнительных дорог, дополнительных полос нет. Но ждём всё-таки сегодня и определяется новая трасса. Как строительство, так и реконструкция. Но отчасти, я думаю, что где-то нам это даже в плюс. Мы сможем сейчас готовить, чтобы вот эти люди, которые поедут, как можно больше действительно остановились на территории района. Сейчас управлением по курортам туризму прорабатывается именно наше районное такое приложение, создание приложения для того, чтобы люди, которые проезжают, смогли выйти и понять. Ну, в любом случае, когда ты доедешь до Тамани, ты хочешь узнать, ты слышал много о Тамани, но ты не знаешь, что такое Тамани. И ты начинаешь, и всё, вот тут же раскрывается все наши туристические показы, все наши, так скажем, места, которыми мы любим гордиться на территории района. Поэтому вот сейчас это прорабатывается, насколько это успеем. Ну, вот планов много, к сожалению, времени мало. Состояние дорог в целом по району – один из вопросов, заданных руководителем интернет-портала «Темрюк.Инфо» Максимом Зюбенко. Он акцентировал внимание, что среди читателей в его СМИ дороги – тема номер один. Как рассказал глава района, порой проблема заключается в том, что, к сожалению, не все поселения своевременно подготавливают проектную документацию на ремонт дорог. Голубицкая, да, которая совершенно, такое ощущение, что дорог никогда не было. Коснулись, а у них только есть две сметы на участок, которые только, ну, не новое строительство, а только замена покрытия. То есть совершенно нет подготовительных работ не было за этот ушедший период. А это что? В любом случае надо готовить на перспективу. Вот когда оно заканчивается, да, строительство, у тебя должен быть уже следующий проект, который ты на следующую программу подашь. А когда вот сейчас коснулись, давайте, мы вот уже, опять же, готовы, нам подтвердили, что и в втором этапе вы можете участвовать, будет финансирование на район. Но проектов нет, не поселения, где-то, кто у кого меняется, вот те идут вперед быстрее, быстрее. На это процесс не быстрый, иногда проектирование новой дороги занимает до года. Проектирование, согласование, экспертиза и все остальное. В тех поселениях, где процесс подготовки документов идет быстрее, и дорожное строительство проводится активней. В качестве примера Фёдор Бабенков привел Цемрюк, где на условиях софинансирования начинается капитальный ремонт улицы Карла Маркса. Улица Карла Маркса, она уже на сегодня отыграна. Это полностью строительство будет, новое строительство с переносом где-то сетей, где-то заменой, где-то даже строительством сетей. Этот комплекс будет, на которое только из краевого бюджета 123 миллиона выгодно. Для справки стоит отметить, что в 2017 году в районе было отремонтировано более 122,5 километров дорог местного значения, а цепано щебнем – более 19 километров дорог. Благодаря краевым программам на территории Цемрюкского района было отремонтировано 12,8 километров дорог местного значения на общую сумму более 91 миллиона рублей. В программе приняли участие 9 поселений. Помимо дорог в этом году продолжится работа по приведению в соответствие объектов торговли и сносу незаконных нестационарных торговых объектов. Сейчас особое внимание направлено на станицу Голубицкую. Разработан эскиз облика улицы Курортной. В районе базы отдыха «Надежда» планируется разбить сквер. Зоны отдыха будут также организованы в районе 27-го поворота и центрального пляжа. В проекте предусмотрено достаточное количество мест под организацию нестационарной торговли. Голубицкое – наше лицо, но сегодня оно какое-то грязное и неумытое, дал жесткую оценку глава района. На ряду стоят у нас вот эти наши гробики железные, которые жареют, которые неизвестно там, не дай бог, провода на них попадут. Ну, с другой стороны, за ними тоже стоят люди. Малый бизнес, который необходимо развивать. И вот тут мы пытаемся как бы сманеврировать так, чтобы всем было приемлемо, чтобы все как бы выиграли от этого. Потому что, ну, если мы не будем благоустраивать и не будем переводить в должный образ Голубицкого, мы просто потеряем через 2-3 года всех туристов там. Мы сегодня идем по какому пути? Мы предлагаем, вот сделали, это власть района, сельское поселение, вот это так должно быть. Давайте, тогда уже привлекайте бизнес в это и все остальные силы, которые готовы будут благоустраивать совместно, да, это создавать, чтобы вот оно так должно быть. Вот как это, в принципе, развивались многие наши курорты. Основная часть денег – это финансирование идет с бюджета. А вот, пожалуйста, здесь так, так, так вот будет для того, чтобы вы могли больше привлекать туристов. Во время пресс-конференции говорили и о фестивале «Античное наследие России». В этом году он проводится впервые в рамках перекрестного года туризма «Россия-Греция». Цемрюкский район встречает фестиваль в праздничные дни 11-12 июня. К этим датам будет приурочено и открытие курортного сезона.